всем привет с вами андрей калашенко сейчас мы переносимся самую середину моего боя который состоялся у меня вчера хорошим стреловым соперником в общем где-то середина боя я решаю идти в наступление через море противник пытается меня атаковать сверху креветками выношу ему вверх и и все готовлю на съемку для того чтобы наступать на него по суше снизу так сказать ну или проще говоря с правого фланга пытается вынести мои викинги параллельно с этим он атакует и мою базу удаётся мне кое-как размочить на зимку и дальше идём мочить его базу так пытается он мои викинги атаковать и как я понимаю как же у него не особо но что удивляет расстроился он достаточно быстро выношу ему центра снабжения электро воношу так пытается он не давать так вычислил я у него где у него стоит авиазавод в это время я задействую наземные войска для того чтобы хоть как-то уничтожить его авиацию тут же попадаю под вышку армия растянулась как кишка тут его дрена но это не особая проблема старается и горами и вот она авиазавод так вот что-то сделать скорее всего он использовал буст может быть красная или золотая оборона в это время подходят земцы практически не вынес все юниты выносанул его завод разнес ему практически большинство цс окно и электро разнес скорее всего парнишка галдить уже пошел выносим ему аэродром и дальше дохлами земцами пытаемся пытался ему вынести авиазавод что ж атака отбита здесь он пытается что-то сделать дальше я иду викингами в бой он уже тут отстроился выношу ему центр снабжения так дальше выношу ему строй двор параллельно этот электро но тут викинг тут ягуарчик извиняюсь подверху пытается он сделать грены так и едем дальше подходит еще один викинг ягод но он не успевает его разложить выносим неплохо он работает гренами неплохо он работает гренами выношу ему опять всю инфраструктуру так советскую работу и значит стрекозы пошли парень пытается из последних сил удержать оборону я не дали ему конечно расслабиться в это время я произвожу значит вверх уже третий уровень чтобы быть в посейдоне по наземкам у меня тут короче зевс из молота и крепости викинги тут едва справляются добивают что могут и сюда я подхожу викингами конечно если бы у меня была бы голдаба но голдовый золот морской удар я бы конечно достал бы он по новой отстраивает аэродром ну тут короче викинг справляется со своей задачей удалось по морю сделать все что угодно сдержать врага насколько это было возможно ну и практически тут уже все противник почти уже сдался пытается он прессинговать из последних сил мне нравится такое упорство мне нравятся такие скилловые соперники с которыми можно играть и снова стараясь вынести эмоции по у нас электро то есть просуга сильно так уносим центр снабжения и в это время с другой стороны тут идут крепа зевса я хотел зайти отсюда но противник уже сдался так готовлю я посейдоны готовлю я здесь на зимку с вот видите как тупо едет да на то на икон поэмбо так с этой стороны с этой стороны я готовлю посейдону так и начинаю атаку и начинаю атаку только не осуществляет ягг грен стрекозы ну вот так с божьей помощью произошел этот скилловый бой мне он очень понравился мне понравилась игра соперника достойный скилловый соперник достойный бой где именно раскрывается потенциал полководца какой то стратег тактик а не как говорится долгодротца то что применяем бусты это часть стратегии ими все играют я уже давно вышел из тех понятий на бустах не гонять и добиваем базу противник уже сдался все такой был бой спасибо сопернику за этот прекрасный бой за то что играл не сдавался за то что дал показать себя какой с божьей помощью может быть скилл а не сила вложенных средств в кач и голду добили мы соперника и соперник сдался благодарю вас за просмотр с вами был андрей калашников дарт калаш пул и на на на